Девочки наши, дорогие, здравствуйте, здравствуйте! Наши слушатели, наша аудитория, я хочу вам вот такое сказать. Всегда читаю ваши комментарии, внимательно вникаю в смысл. И сделала такой вывод для себя. Многие интересуются, как открыть свой денежный канал. Любовь любовью, а кушать хочется всегда, как говорит Янка. И вот как разобраться со своими финансами, как разобраться, притянуть изобилие, как найти своё предназначение в этой жизни. Потому что, ну вот куда ни пойдёшь, везде деньги, везде разоплати, везде расплатись, никуда не денешься. А как так вот сделать, чтобы в кармане всё время прибавлялось, а не только уходило от вас? Вот. Существует такая ведическая астрология. Она даёт ответ на эти вопросы. Как открыть свой денежный канал, связь с небом, с пространством, и чтобы этот канал был чистый, чтобы вот узнать всё про это, помочь себе как вот финансами, с денежным планом. И более подробно об этом можно узнать на практикуме под названием «Предназначение и денежный канал». Ведёт его мой знакомый, и можно сказать, вот друг мой, Дмитрий Ермолаев, который может помочь вам в этом. Для этого нужно попасть на его мастер-класс. Он даёт на своём вот таком, на своих уроках. Можете узнать, что такое ведическая астрология. Потому что, знаете, да, есть астрология такая, а есть вот западная. Западная, а есть такая другая, ведическая, которая вот даёт чётко понять, вот работа лично с вами, вот именно вот с этим человеком, вот, собственно, вот по такому вопросу, как финансовый, это благополучие человека. Так, а сам Дмитрий всё может объяснить вам и разложить по полочкам. Этот, как, этот, денежный канал и понять своё предназначение в жизни. Девочки, это абсолютно бесплатно делается. Вы можете, вот под этим нашим видео, есть ссылка, будет стоять ссылка. Если вы чикните и вы попадёте в Телеграм, Телеграм, может, кто-то, он уже там есть, нужно зарегистрироваться. В этом Телеграме зарегистрироваться. И вы попадёте на мастер-класс к Дмитрию Ермолаеву, на мастер-класс. Девочки, это абсолютно бесплатно. Где он прям индивидуально работает с несколькими участниками. Вот. Вы многое узнаете и разберётесь, сама в себе разберётесь с его помощью. Вот. Пожалуйста, успейте зарегистрироваться. И чтобы получить личный разбор, вы можете получить личный разбор. Вот. Если этот... Сильно постарайтесь. Надо быстро всё это делать. Потому что желающих очень много. Вот. И, пожалуйста, вам в помощь. Вот. Потому что со своими мужчинами разбираться, со своей любовью – это одно. А деньги надо иметь для жизни, для быта, для своих нужд, для всего-всего. Это обязательно. Это первостепенное. Вот. Пожалуйста, предлагаю вам. Пожалуйста, пользуйтесь. Воспользуйтесь. Есть такой очень знающий, Дмитрий Ермолаев, который ведёт свои мастер-класс. Всё для вас, девочки. Только идите, и всё это надо увидеть, и познать, и понять. Всё. А мы вам желаем приятного путешествия в этот канал. Всего хорошего, мои дорогие. Ну что? Все мои любимые здесь? Мои девочки, мои красотулечки. Всем большой перевод, перевод. Всем собираемся тут, на моём канале. Сейчас будет онлайн расклад. Тема будет называться «Все его мысли только о вас, мои красотулечки». Все его мысли о вас. Сейчас я секунду воду наберу. Вот. Вот. Ну что? Я не знаю, что сейчас будет, но что-то будет, наверное, какое-то космическое. Не знаю, потому что у меня такая энергия. У меня сейчас космическая энергия. У меня хорошая, добрая космическая энергия. Поэтому мы сейчас с вами всё будем смотреть. Самое главное правильно настроиться. Ну что, все настроились? Чай, кофе налили? Отлично! Сейчас будем взлетать. Подумайте о своём мужчине. Представьте его хорошо. Вот. Вот прям представьте его. Вот где он сейчас? Вот чем он занимается? Ну что он сейчас делает? И давайте прям посмотрим, где он и что он сейчас делает. Ого! Да, 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 да. О, о, о. Я такой, я такой шикарный, я такой красивый. Да, меня любят, да, меня хотят. Я счастлив. Я получаю то, что я хочу. Конечно, моя мысль быть желанным. Моя мысль, чтоб меня женщина хотела, чтоб она меня желала. А я хочу быть вот этим вот, вот таким вот красавчиком всегда. Получать то, что я хочу. Вы знаете, что здесь мужчина? Нет, не так. Нет, давайте я скажу так. Вот я сейчас скажу, как я чувствую, да, и вы со мной согласитесь. Вот другим, если мужчинам что-то дается, дается легко. Этому человеку всегда все дается с трудностями. Вот если вы видите на нем, в нем что-то такое отличающее его от других мужчин, да, вот я могу вам сказать сто процентов, что он над этим работал очень много, чтоб добиться вот этого. Понимаете? Например, чтоб у него там не было живота, а был пресс. Вот если другие качают пресс легко, как-то вот быстро, и там все у них хорошо, да, быстро, как-то легко, спорт им дается и так далее, зарядка там, то этому человеку дается все очень сложно. Если тот качался месяц и такой результат, то у вашего мужчины там чуть ли не год уже качается, результат есть, но ему тяжело это же дается, да. Сейчас мужчина еще, возможно, может быть, едет в транспорте, может быть, он сидит в интернете, в соцсетях, может быть, он при работе, то есть он или в прямом смысле сейчас на работе, или он дома делает, доделывает какую-то свою работу. Например, ваш мужчина хирург, вот он с работы пришел домой, а у него дома есть какие-то хирургические там инструменты или там что-то у него там с работы он приносит домой и дома это доделывает. Но вы понимаете, да? Я знаю, что большинство медиков всегда дома что-то держат, какой-то инструментарий. Это могу сказать точно. У меня тоже дома, знаете, в свое время были двустворчатые зеркала и все остальное, поэтому всегда медики дома держат. еще, где он, чем он занимается, что он сейчас делает на данный момент? Ну да, возможно, какая-то у него тут слежка идет или он наблюдает за женщиной, женщина, которая его заблокировала, женщина, которая его отрезала, которая с ним развелась, которая не хочет с ним никаких отношений, она поставила точку. Вот за этой женщиной он наблюдает. Здесь карта жрицы. Может быть, он наблюдает за вами и вы являетесь жрицей, вы тайная женщина, вы ведьмочка, вы его мечта, вы та женщина, которой он никому не говорит, о которой он грезит, о которой он мечтает, завоевать уже не может, которую он потерял. Понимаете? Еще, что он сейчас делает, чем он занимается? Да, да, вот он уже несет эти потери, он уже несет эти потери и ему плохо, потому что без этой женщины вообще ничего у него не выстраивается. Давайте спросим, его спросим, а кто она, кто эта женщина, кто она? Это кто, к которой он или едет, или хочет приехать? Да, колесница, это женщина, которая была с ним в одной упряжке, в одной связке. она находится на расстоянии, вот он к ней, возможно, едет даже сейчас, или хочет к ней приехать, или ей сказать, написать о встрече, потому что он несет этот крест, видите, вот этого маленького чертягу такого? Это маленький чертяга, он себя таким видит, что вот я такой чертяга, да, я вот такое вот сделал, что я потерял эту женщину, а теперь мне к ней ехать надо, а теперь мне напрашиваться нужно. Он хочет помириться, конечно, хочет помириться, потому что он любит эту женщину, он не может без нее жить, он ее любит, ему, вот она как крест для него, понимаете, тяжелый для него крест, вот эти любовные отношения с этой женщиной, для него как тяжелый крест. Хорошо, а давайте спросим, а почему тяжелый крест с этой женщиной, что пошло не так, ну почему он так вот это все видит, почему ему так тяжело, дама мечей, вот она, почему с ней так тяжело, почему, ну потому что эта женщина была с ним или в браке, или она была с ним честна, она его любила, она была с ним рядом, вот так как, вот так как надо, как женщина преданно себя ведет. да, возможно у них были отношения, да, или вот должны были сложиться отношения, он ее ревновал, он за ней следил, он считал, что она только его, и может быть эта женщина тоже к нему так же относилась, она его любила, она за ним следила, да, она как бы за него держалась, потому что она думала, что она за него выйдет замуж, или он уже является ее мужем. Что случилось? Ну здесь, конечно, здесь здесь просто ничего не получилось, а причина тому, что мужчина своевольный, своевольный, если он не хочет, его никто не удержит, а он, скорее всего, не захотел, возможно он стал показывать, делать вид, что он сам себе хозяин, что его удержать невозможно, и не может удержать никакая женщина, что все от него должно зависеть, а не от женщины, ну вот знаете, как-то вот одеяло человек тянул на себя, человек одеяло тянул на себя, и в итоге что получил? Ничего, не получил, он ничего, он упустил шанс, он упустил женщину, он довел все до того, что отношения разрушились, связь разрушилась, между ними сейчас ничего не происходит, и поэтому он хочет возродить, он скучает, ему не хватает этой вкусной ее энергии, ему не хватает то, что она держалась за него, ему не хватает, что она была верна ему, ему не хватает, что она была предана ему, Понимаете, вот эти вот качества, женские качества, достойные качества, вот так вот ему сейчас не хватает. Все, что имеем, не храним, потерявши плачем. Он только сейчас понимает, что эта женщина для него была просто солнцем. Понимаете, солнцем, которое его грело, которое его напитывало, которое ему давало жизнь, потому что солнце дает жизнь. Не будет солнца, ничего расти не будет, все погибнут. И вот это солнышко его грело, и она ему улыбалась, она его боготворила, и у него было все хорошо. Исчезла она, исчезло все. Признает ли он свои ошибки, считает ли он, что он виноват? Да, да, потому что он считает, что да, эта женщина, он не дорос. До ее ума, до ее мозгов, до ее характера он не дорос. Потому что в отношениях он вел себя как мальчик, капризный. Вечно, знаете, пытающийся доказать что-то свое. Еще, да, еще, здесь еще мальчика интернет довел, потому что меньше надо с другими девочками лясы точить в интернете и переписку вести непонятно с кем. Так, вы знаете, как малахольный, ничего делать не хочет, инфантилизм там у него превыше всего. В отношениях ничего делать не хочет, для себя он все делает, он даже хочет, чтобы ему что-то делали. Да, действительно, он это признает, что ему с вами нужно было расти, расти и расти. И этого не получилось, на полпути все оборвалось, нет никакого роста. Да, вы та женщина, которая давала ему рост, вы та женщина, которую воспитывали, которая его формировала, которая ему указывала его путь, дорогу, по какому, по какой стезе вообще ему идти. Смотри, смотри, вот ты можешь это, ты можешь это, поверь в себя, у тебя такие перспективы, у тебя такая разумная голова. Женщина же говорила ему это, она же как-то сопутствовала ему, да, она же направляла ему, она освещала, как солнышко, его путь. Не захотел? Надоело? Это как дети, знаете, учиться же в школе не хотят, пока вот так не заставишь и не скажешь, давай, давай, пиши, понимаете? Ну, вы, вы, вы не воспитательница, и вы не мама родная, не учительница, вы любимая женщина. Он должен был бы вас слушать и учиться, не захотел. Хорошо, вы так и сказали, ну, хорошо, ладно, что из тебя выйдет, я не знаю, а я хочу, чтобы со мной мужчина рос, потому что я сама расту, меня никто не вытягивает, у меня до такой степени раскачан, раскачанная энергетика, и у меня такой характер, что я сама расту и за собой тащу и показываю. Учись и радуйся, что возле тебя есть такой человек, который тебя может направлять, который может в тебя вдохновлять и может тебя подпитывать. Не захотел? Не захотел, а теперь он солнышко хочет. Потрясающе! Ну и что? Все его мысли о вас или нет? Сейчас, на данный момент. О вас, конечно, потому что он без вас в тупике находится. Естественно. К вам же, он же не знает, как теперь подкатить. Опять включить семерку мечей? Хитропопось ему включить или что, или как? Как выйти теперь из этого всего? Ну вот, шут, дурак. Легче всего дурачка включить еще, да? Ну или, по крайней мере, ему нужно выйти на новый путь с вами. Обновленный? Да, он может сказать, дорогая, я уже другой, я уже не такой, как раньше. Поверь мне, я совершенно другой мужчина. Да, дай мне шанс, дай. Ты посмотришь, как я буду тебя любить. Я подарю тебе звезду. Как в мультике, помните, с СССР? Она там кастрюлю драет. А он ей, я подарю тебе звезду. В любви, как на войне, все средства хороши, девочки. Тут что ты еще можешь сказать? Мужчина, если хочет вернуть женщину, он пойдет на все, правда? Ну вот, и здесь то же самое, он уже идет на все. Еще, все его мысли о вас? Конечно, башня. Спасать надо, башни уже, кризис, все, уже приплыли. Да? А почему? А потому что на компромисс не шел. Или же наоборот, он никак не мог, понимаете, найти этот тоже компромисс. Я бы еще так сказала бы. Пытаясь усидеть на двух стульях, и нашим, и вашим. Так не бывает никогда. Ты уж чем-нибудь одно выбирай, а он одно выбрать не может. Он или там, может быть, хочет, и здесь с вами хочет быть. И рыбку поймать, и ножки не замочить. Так не бывает. Конечно. Возможно, здесь мужчина вообще у нас как бы не свободный. Вот он поэтому выбирает, семью или вас, семью или вас. Вот у него дилемма. Он семью бросить не может, вас бросить не может. А вам это уже так все поднадоело, знаете, отчасти? Ну, сколько можно ждать? Ну, уже сколько? Уже другой бы давно определился. Не хочешь ты определяться, значит, ты для себя понял, что тебе это не надо. Я тебе, значит, полностью, как женщина, не нужна, значит, я тебя чем-то не устраиваю. Раз ты меня вот так вот держишь, да? В запасных, так скажем. Правильно? Правильно. Потому что что психологи? Психологи всегда говорят, мужчина всегда должен определиться. Он определяется обычно в течение года. Если мужчина определился и к концу года вам сделают предложение руки и сердца, значит, он действительно для себя понял, что вы ему нужны. А если нет, значит, нет. И никогда не определиться, значит, ему просто выгодно и там семья, и вы здесь. Ну, или, по крайней мере, я не знаю, он там занят, не занят, но, может быть, у него родители есть. И родители вас не хотят. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. все его мысли о вас да он считает, что вы достойная женщина, и если возле него будет такая, как вы, он будет гордо ходить, знаете, типа посмотрите на меня, какая у меня шикарная женщина, ни у кого нету такой, а у меня есть и она принадлежит мне конечно, он хочет именно с вами получать от жизни удовольствие а почему, почему с вами почему с вами он хочет радоваться он хочет наслаждаться жизнью именно с вами почему потому что тут король пентакли еще почему подождите, я, нет, неправильно у меня просто уже все сливается в глазах ага, вот он дама пентакли, потому что вы та женщина, это не он король пентакли нет, потому что давно это уже просто все тянется вот он хочет вот так вот именно с вами видите на себя и на него, посмотрите видно? вот, потому что он так видит он видит и себя и вас рядом с вами, вот так вот, что одно целое здесь одна семья тут видите, волк и волчиха, да так скажем, это семья деток только не хватает а так он без вас смотрите видите, он без вас какой и луна светит вот поэтому я немножко ошиблась я загляделась тут на этого на красивую такую картинку вот он один, вот такой вот при луне ночью, сейчас, на данный момент а хочет с вами вот так вот рядом потому что с вами вкусно вы дама пентакливая с дамой пентакливой по-другому не может быть эта женщина всегда вкусная во всех смыслах понимаете, как я всегда говорю сочный персик просто вкусная сладкая такая прям ну, конечно, сладкая она лучше всех готовит за домом лучше всех смотрит эта женщина дородная она на детей рожает на ней дом стоит как она может быть невкусной я не понимаю вы понимаете меня? отлично естественно, он с ней праздника хочет вот тройка купов а я не могла понять думаю, а чё это вы? а почему это вы? ну, конечно а кто еще будет столы накрывать? тут первый, второй, третий компот подавать кто? конечно, вы с такой же вкусной типа жизни такой, знаете не стыдно такой гордиться такой показывать и родители одобрят правильно? это мое чистое мнение такое правильно же? правильно поэтому именно вы вы та терпеливая та спокойная та разумная та, которая, знаете дальновидная на которой дом стоит мне кажется на такой земля просто тоже стоит понимаете, девочки? не то, что дом вот на таких женщинах земля стоит и крутится вот такие женщины крутят землю еще бы он не хотел быть с вами глупый вопрос правда? я бы сама на такой женилась бы будь я мужиком еще как у Христа в запазухе ей богу видите, как ему тут хорошо и спокойно одному лежать-то не хочется никто же не греет холодно луна же его не греет холодно правильно? а тут греет тут же любовь смотри такая же как она спокойно да? смотри красота можно любоваться до бесконечности этой картинкой потрясающе при таких моментах при таких аспектах как ему там вообще живется я удивляюсь а? кошмары по ночам его не мучают? совесть его кошмары какие-то там я не знаю ужасы ему там не снятся предки ему там я не знаю ночью в бок его не толкают не говорят мужик у тебя совесть есть? у тебя такая женщина ты издеваешься на дне я просто удивляюсь уже тройка мечей конечно мучают вот мучают он говорит мучают он обидел эту женщину? обидел изменил? изменил предал? предал разочаровал? разочаровал женщина наплакалась наплакалась все мучают его кошмары чтобы они его всю жизнь мучили пока не придет у вас прощения просить поэтому за вами наблюдает он поэтому за вами наблюдает потому что стыдно ему глаза-то вам смотреть стыдно вот что он скажет тут даже не просто попросить у вас прощения тут как-то надо тут я не знаю что нужно говорить такое понимаете я не знаю даже после того что он сделал тут не просто прости это же это же вообще не рассматривается просто прости он тут должен в ногах валяться и говорите дурак я козел я а потом только прости меня вот мне интересно как он собирается вас прощение просить а он собрался возвращаться я как свекровь или теща девочки на какой основе он собрался вас прощение просить возвращаться он собрался куда это он возвращаться собрался домой молодец вообще это он решил так что он домой возвращается потрясающе он домой он домой к вам возвращается нормально это вы его дом хочу уйду я из дома хочу вернусь домой свободное хождение тут такое ой ты господи а дом закрыт доме его никто не ждет он так и видит что дома его никто не ждет вы от него закрылись полностью ограничили к себе доступ нету доступа да потому что я такая кошечка беленькая пушистая чистенькая я отмылась от тебя недавно что ты хочешь чтоб я опять грязная была не надо я белый пушистая кошечка все я знаю себе цену я себя люблю я пошла работать у меня дела не надо ко мне подходить я не твой дом там где живут в этом месте не пачкают я только отмылась от тебя еще конечно конечно вы тут будете отстаивать свои позиции вы как пока вы как увидели вот это наверное сказали то он так хочет а пусть хочет дальше за 2 хочет он у меня работа раз хочет у него была возможность себя проявлять нормально больше шансов я не даю я только отмылась недавно и только в себя пришла недавно я только женщина из себя недавно почувствовал он опять возвращается ко мне причем он считает что я его дом потрясающе просто конечно пусть несет свой крест сам все а мне не нужен нехрена ко мне приезжать вот он король мечей вот этот ворон черный ворон все курил кружить над вами понимаете как спев как в песне что ты вьешься надо мною же он скоро хочет опять виться возле вас это черный ворон который на этом на этом к это его крест просто понимаете как то он таскать собой постоянно другие нормальные мужики от крестов избавляется крест тяжесть души понимаете а этот за собой все этот крест тащит как иисус на голгофу вот луна у него от заяц от заяца вот другим словом не назвать ей богу кролик он самый настоящий кролик потому что него в голове луна оттуда вы и крест понимаете крест тяжелый с собой тащит он потому что луна в голове мозгов же нет у кролика откуда же мозги то мозгов же нету луна там будет светить за место мозгов хорошо что я ничья не свекровь не теща не ну я не права а вот вы мне скажите я что не права права конечно уши большие отрастил а мозгов не прибавилось вот и все вот вот ему поэтому он и ворон черный ворон только виться может ну чё еще его мысли о вас потребовал его мысли вообще потрясающе я скорость сюда карвалол ставить буду еще а ярофант да 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 понимаете вот он считает что вы должны его понять конечно вы должны его понять вы по судьбе то есть вы должны это понять то есть понять и простить а вот этого кролика в свою жизнь пустить да потому что он как бы судьбой вам дан он ваш там типа муж да ну 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 вы семья значит муж уже считая неважно то в этом в браке не в браке штамп есть там нет он уже считает что вы его судьба вы его жена все значит вы должны быть рядом вы должны понять и простить и отпустить когда отпустить все плохое что между вами было типа вы же мудрая конечно это за ним нужно наблюдать а он за вами наблюдает за вами наблюдает король кубковый ночью не спит бедный сова он уже совушка его карвалол чеку тоже же ему надо чтоб нормально спал то на ночь а или подождите там как киснотворное есть не корвал корвалол от другого персенчика вот персенчика чайку ему надо заваривать ромашкового чая чтобы он засыпал чтобы он поздно понимаете он сидит наверное в интернете в два-три часа ночи че он там смотрит смотрит смо как сова понимаете байгуш вот это сидит она там а в лесу это тоже знаете у себя дома высматривает вы сможете идет что-то попьет там выпить что-то непонятно там кофе может все на ночь глядя что вообще сон не брал и сидит там высматривает вас высматривает по иерофанту на и думает жениться не жениться возвращаться не возвращаться он сразу понять него что уже кролик мозгов же мозгов же нету господи выбирает карта влюбленный но он уже давно выбрал господи он уже давно выбрал выбрал то вас но если его там кто-то есть он от этого еще зависит от того что там кто-то есть как кого-то он там зависит понимаете но вас уже давно выбрал я просто всегда думаю как мужчины имеет двух женщин а тут с одной разобраться не можешь а тут с двумя а если ты с двумя разобраться не может на хрена тебе две я просто всегда у я всегда думаю вот это мужская мужское поведение вот они направо налево вот нафига себе такие сложности женщина это вечная головная боль а вот на хрена тебе две ты с одной справиться не можешь женщина ты одну понять не можешь что она хочет от тебя с утра а ты еще две заводишь а некоторые три-четыре вы представляете какой дурдом а а потом у них свистопляска ой поэтому они после 60 практически от инфаркт мекарда все умирают девочки а после 40 уже все импотенты да от этого хочу думать потому что мужики видать без проблем жить не могут а это как собака без блох понимаете но вот не может они они не могут жить что ли я не знаю сами на себе на голову какие-то проблемы находят вот вот холостяков я еще понимаю это вообще это отдельная каста мужчин понимаете вообще нахрен никто не нужен это одна работа работа у них жена и любовница и все они там у нее у них мать родная эта работа этих еще понять можно я тоже как трудоголик наверно таких холостяков понимаю а когда мужчина не одна а несколько я не могу понять я не знаю мне надо это просто я должна мужчина наверно родиться чтобы это понять зачем тебе вечная головная боль вот это вот не одна несколько или две женщины зачем тебе это головная боли чё спокойно не живется не пойму поэтому мужикам уже вон надувных кукол уже понимаете производство выпускает чтобы они уже успокоились давай еще давай 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 господи давай уже скажи еще чего-нибудь чё у тебя в мыслях а двойка пентакли еще него там мыслях может быть секунду мама звонит и так по двойке пентакли конечно здесь нужно балансировать потому что ну его категоричность его вот это вот мужское слово она уже никакой для вас силы не имеет и он понимает что тут вас не жестко надо тут надо как-то мягко как-то аккуратно как-то красиво обработать чтобы вы согласились что вы смягчились чтобы вы дали ему возможность тем более что мужчина в принципе как бы уже понял что вы такая родная любимая родная любимая а значит я не могу с ней жестко я должен с ней очень нежно как-то вот обходительно по джентльменский настроить контакта еще его мысли ну конечно приехать приехать естественно приехать кошка к мышке до кошка к мышке хочет приехать соскучился поиграться наверно хочет снова как кошка с мышкой еще его мысли вот я пока не понимаю пока не совсем понимаю но тут намек идет кошка 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 у вас совместная кошка или вы для него кошка или у вас вы когда вместе жили у вас собылся была совместная кошка у кого она осталась у вас или у него если у вас он хочет как будто приехать типа я соскучился по кошке да и по тебе и по своей кошке или же вы его являетесь кошкой да такой же может быть может 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 он себя тоже чувствует таким знаете кошаком таким кошаком таким как коты гуляют которые на свободе когда выпускаешь их хозяйка потом три дня или неделю найти кошка не может а он нагуляется приходит вот знаете как-то как будто вот здесь такой тоже момент есть мужчина как будто он чувствует что я вот этот вот котят котяра такой кошак такой да я нагуляюсь я нагуляюсь то есть он к вам едет и типа у вас он там нагуляется с вами он нагуляется а потом назад приедет знаете тоже как-то так потому что тут ну как бы туз жезлов и вот это вот мне прям такой намек дает и тут еще кошка с мышкой как кошка с мышкой поиграться да я хочу ее как кошка с мышкой поиграться да потому что здесь мужчина держит к вам четко дорогу он хочет с вами увидеться хочет с вами у него страсть сексуальный огонь тут конь просто понимаете здесь какой-то сексуальный конь у нас просто просто какой-то конь горячая кровь да но это сорока это он тоже это сорока держит ключ он считает что все зависит от меня я открываю все ключи в дверь я открываю все ключи в дверь у меня ключ ключ разрешения всех проблем ключу на что делают когда открываешь они открывают все двери вот он считает что я от меня все зависит тут такой хитропопый лис лисица лис тут такой хитропопый лис интересный какой а когда ему что-то трудно тяжело идет в руки он включает хитропопость как это можно сделать так незамысловато так аккуратно и себе на пользу чтоб всем было хорошо а в первую очередь и мне вот о чем он думает конечно жрица видите какой котик тут и об метлу может почесаться и смотрите какие хитрые глаза ему есть что скрывать ой тут какой хитрюля ой как девочки будьте с ним аккуратнее только вы считаете что вы хитрее его а я здесь вижу что он хитрее вас будьте аккуратнее потому что мужчина ради достижений своего пойдет на все ой на все а его цель сейчас это вы его цель сейчас это вы тут такой черный котик видите черный котик трата-тата-тата-тата да а тус мечей он потому что знаете хочет всегда свое он хочет знать правду если он вам будет наводящий какие-то вопросы задавать не будьте глупенько и не отвечайте ему как есть Скажите как-то, ну, вот так вот, замысловато, пусть думает. Пусть думает дальше, о чём вы там говорите, или что вы хотели сказать. Не надо говорить открытым текстом. Будьте умнее, будьте его хитрее, чтобы он из вас дурочку-то не лепил. Поэтому тут надо... Тут надо... Вот так я тут помню, тут не помню всё. Одно говорю, другое не договариваю. Или только говорю ему то, что он должен слышать. А то, что не должен слышать, это не его дело. Конечно, тут очень такая, знаете, мужчина будет вам лезть под кожу. Он будет пробиваться к вам под кожу, испытывая вас, чтобы узнать. Он будет вам на ушко шептать, как он любит вас, что он без вас не может. Вы для него единственные, чтобы вы ему открылись, чтобы вы всё рассказали. Чтобы душу свою открыли и сказали, как вы его всё-таки любите. Без него не можете. Не делайте этого. Не делайте этого. Прощупайте его хорошо. Он хочет полностью вами владеть, чтобы потом знать, как из вас верёвки вить. Будьте аккуратнее. Тут такой непростой, непростой мужчина. Да, он любит. Да, он хочет вернуться. Но у него там какие-то свои тараканы в голове, понимаете? Свои тараканы в голове. Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А самое главное, не забывайте, вы должны быть счастливы. Потому что вы этого достойны. Я вас всех люблю. Целую, обнимаю. И до скорых встреч.